На каком расстоянии рассаживать ель четырехлетку после двух лет доращивания? Вопрос от нашего постоянного подписчика Ну вот у нас она сейчас рассажена примерно 15 сантиметров, видите, ну вообще ее сейчас рассаживать надо будет примерно ну сантиметров 50 друг от друга, здесь можете видеть это четырехлетка Так же туя, этого четырехлетка, так же туя четырехлетка, вот можно видеть вот четырехлетка, но расстояние 20 сантиметров Если на постоянное место роста рассаживать ее, то рассаживать 50 сантиметров, потом можно опять же пересадить Потом, то есть можно пересаживать каждые два года, главное аккуратно с комом взять Вокруг комом лопатой маленькой, подковырнуть его, комик маленький будет и все нормально Можно и без кома, конечно, но в определенное время То есть и сохранить надо уметь тоже А там еще был вопрос, одновременно ель и тую можно посадить в грядку? Да, можно посадить и ель, и тую в грядку, у нас тут вот в грядке разные сорта, например, растут Разные сорта, и смаракт, и холструб, и колумна у нас тут растут Ну ель мы не стали, просто неэстетично будет Разные сорта не приедет, тую можно посадить в грядке Трехлетка, это вот была трехлетка, она была рассажена в 5-6 сантиметрах Сейчас она рассажена в где-то сантиметров 15 На следующий год она будет рассажена, конечно же, сантиметров уже 25 А ну если там надо расчивать, ну давайте посмотрим Давайте посмотрим пятилетку, пятилетка у нас тоже рассажена Как можно видеть тут тоже, сантиметров 20-25 Сосажена пятилетка На следующий год пойдет пятилетка очень хорошая Ну и расстояние должно быть 50 сантиметров, если вы хотите доращивать Два года дорастили, рассадили еще на метр друг от друга То есть, превосходность То есть, не проблема, она растет рядом Если можно видеть, вот здесь у нас Вот здесь у нас, это шестилетний хенец Которые мы сюда, они болели, мы их сюда пересадили Вот видите, они тут вплотную растут В этом году осенью будет пересаживаться С открытой корневой системы И на следующий год они хорошо пойдут Вот видите, ее с нее почка Неизвестно сколько почек И осень пушистая будет на следующий год Конику тоже надо будет рассаживать То есть, как бы она не мешает друг другу Если у вас есть место, куда посадить То сажайте Примерно четырехлетку надо сажать От 30 до 50 сантиметров Обязательно притенять надо все Вы понимаете, тем ближе она сидит, тем удобнее вам Меньше площадь притенять Если она вырастает в трех метрах друг от друга То вы поймите, что это все надо будет притенять Первый год обязательно притеняйте все А еще такой вопрос А если человек уже хочет на постоянное место посадить четырехлетку Он может это сделать? Конечно может Однозначно может взять и посадить Посадить ее так, ну естественно взять и притенить ее Поливать каждый день и притенять И пусть она растет Ради Бога как бы Даже в одиночной, получается, посадке, да? Да, в одиночной посадке Это не обязательно, что они вместе растут Это значит, что они лучше растут Если вы готовы рассадить ее в пяти метрах друг от друга Двухлетку И за каждой бегать, ухаживать каждый день Ради Бога там 10-метровый сосенец Он у вас, пусть четыре года растет Но вы каждый день, каждый час Если утром выйдете, то наверное Вечером вернетесь Если сто штук у вас будет Вы поймите, что это Рассаживаем так близко, потому что Чтобы удобнее было ухаживать за ним И выкапывать А потом вы Вы же Выкопаете с комом Возьмете, пересадите нормально Пятьдесят сантиметров Когда она уже Сомкнется друг с другом Вы возьмете Примерно Первые заморозки Когда начнутся По зиме Хороший ком выкопаете Приготовите ямку Туда вставите На постоянное место ростов И она будет расти Я думаю, все будет хорошо Вот есть голубая Она не рассаженная вообще Вот такая вот она и будет Уже начала бить второй побег Видите То есть Ель растет по-другому Она хоть как Она не умирает Если вы думаете Там расстояние зависит от чего-то Расстояние тут Мало роли играет Главное приживаемость И чтобы работал корень Если корень работает Значит Синица Будет сить Единственное Сходы Которые Вы могли видеть Видео На нашем канале То есть Они взошли Их надо будет рассадить Через полтора года Через два Если вы не переставите У вас будут Они вот такие Вот Опять же за ними надо следить Потому что Чтобы там внутри Конечно не пожелтело Вот все равно Есть что-то Ну У нас тут нету Ну а вообще Проветривание должно быть хорошее Ну желательно Зашли у вас семена То есть Через два года Вы их только рассаживаете А там уже На ваше усмотрение Можете Через пять сантиметров Через десять То есть Дорастили до пяти лет Потом Посадили на постоянное место роста Жень Ну все-таки Вот еще Лично у меня остался вопрос Вот Все-таки В каком возрасте Лучше посадить Вот на постоянное место Его Жительство растения Чтоб его уже не пересаживать Вот постоянно Он рос в одном месте В каком возрасте Лучше Пересадить Лучше в пятилетнем возрасте Четырех-пятилетний возраст Самый Самый Такой Благоприятный Для пересадки На постоянном Но опять же Вам за ним Надо будет следить Если вы взяли Десять штук Например За всеми ними Надо будет очень хорошо следить Вот это пятилетка Первый год Это пятилетка Да Четырехлетку Можно тоже Но следить за ней Надо Понимаете На постоянном Место Роста Вы посадили Расстояние между ними Вы сами Должны понимать Что должно быть Не менее полтора метра Вот если вы Десять штук растаете И уже Уже пятнадцать метров Нет не пятнадцать Даже больше Там восемнадцать Там еще сбоку Там должно быть То есть от забора То есть везде Она бьется Потом плотная Будет И довольно таки Извиняй Хорошая А вообще В трех метрах Садят На этом все Удачи Обязательно Подписывайтесь на канал Всего доброго С вами был Евгений Филимонов Питомник Хвойный двойник Питомник Хвойный двойник Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok